И снова авария на ТЭЦ в Петропавловске. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым. Подробности сегодня в выпуске. Как наказали госслужащих, которые занимались предпринимательской деятельностью? Они должны были закрыть ИП, они до суда закрыли. Как официально заработать чиновникам, если не хватает зарплаты? И стремится ли молодежь на работу в госслужбу? Ждем экспертов студии. Убедем, что там дети зарубают. Снял куртку, ударил по окну. Пятиклассник из Кустаная спас четверых детей из горящего дома. И прогнозы генсека ООН, какая эпидемия придет вслед за ковидом. Мадина Алмолдина в студии новостей от Амикенбизнес. 27-летний сотрудник получил ожоги с 40% тела в результате аварии на Петропавловской ТЭЦ-2. Причиной ЧП стал разрыв допропускной трубы в котельном цехе предприятия. К слову, износ оборудования сегодня там составляет более 50%. В настоящее время с 12 котлов в работе лишь половина. Тепловики предупредили горожан о понижении температуры в квартирах в эти дни. Пострадавший трудился огнеупорщиком. В момент аварии мужчине паром обварило лицо, шею, ноги и кисти рук. Сейчас он находится в реанимации. Состояние врачи оценивают как тяжелое. Тяжесть состояния его обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения, болевым синдромом. В связи с чем пациент помещен в отделение реанимации, начата интенсивная терапия. Серьезные изменения в кислотно-щелочном балансе крови, в газовом составе крови, в коагулограмме. В связи с чем нужно было проводить коррекцию. На сегодняшний день состояние пациента остается тяжелым. Он продолжает лечение в отделении реанимации. Он в сознании, на самостоятельном дыхании. Стоит отметить, что подобная авария на предприятии уже происходила в ноябре. Тогда из-за поломки трех котлоагрегатов без света остались жители пяти районов области и трех микрорайонов Петропавловска. Оплатить штраф в размере 408 тысяч тенге обязал суд двух карагандинских чиновников за занятие предпринимательской деятельностью. Должностные лица вели бизнес, нарушая принятые антикоррупционные ограничения и установленный законом запрет. Среди них санврач и представитель проектного офиса Рухани Жангыру. Как выяснилось, на заместителей руководителя этого регионального проектного офиса было зарегистрировано ИП. Оно поставляло Тимиртаускому дворцу культуры услуги по проведению одного из фестивалей в рамках программы Рухани Жангыру. На сумму почти 4 миллиона тенге. Кроме того, на двух креслах чиновника и бизнесмена сидел также главный специалист управления санэпидконтроля района имени Казыбек-Би Караганды. Его ИП занималась поставкой непродовольственных товаров широкого потребления государственным организациям. Указанные лица постановлением административного суда Караганды были признаны виновными по статье 154-й кодекса об административных правонарушениях. Судом они признаны виновными, наложен штраф, но решение суда еще не вступило в законную силу. После того, как вступят в законную силу решение суда, получается, данные лица ограничиваются уже административным наказанием. Они должны были закрыть ИП, они до суда закрыли. Получается, после привлечения к административной ответственности они могут оставаться на своих должностях и работать дальше. Кроме этого, в Карагандинской области к дисциплинарной ответственности привлечен прокурор города Сарань. Он получил выговор за то, что его водитель самовольно использовал служебный автомобиль в личных целях. Согласно результатам проверки, мужчина возил на машине своих детей. Об этом стало известно после того, как фотографии служебного автомобиля на парковке одного из спортивных комплексов попало в соцсети. Очевидцы заявили, что машина возит важных детей в Караганду на тренировки и часами ждет их. 50 претендентов отобраны в президентский молодежный кадровый резерв для государственной службы в 2021 году. Итоги процедуры озвучили сегодня на пресс-конференции. К участию в конкурсе допускались только резиденты страны не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж более 5 лет. Кто оказался в числе счастливчиков, расскажет Дина Кожигалиева. Лишь полсотни резервистов из 9 тысяч оказались лучшими в кадровом отборе. Два месяца потенциальные кандидаты проходили тестирование и собеседование. Экспертная комиссия оценивала необходимые способности претендентов. В итоге были рекомендованы 65 кандидатов. По итогам всех предыдущих этапов они показали наилучшие результаты. То есть в совокупности набрали почти 70 баллов и выше из 100 возможных. А уж из них выбрали 50 самых лучших. К участию в отборе в резерв не допускались лица, назначенные президентом, политические госслужащие, служащие корпуса А, а также лица, уже находящиеся в президентском молодежном кадровом резерве. Срок пребывания в резерве 3 года. Большая часть из избранных имеют зарубежное образование, а также опыт работы в ведущих иностранных и частных казахстанских компаниях. Средний возраст претендентов 30 лет, при этом самому молодому резервисту 25. Важным аспектом при итоговых выборах стала проверка степени родства с действующими высокопоставленными госслужащими. И у нас нет кандидатов, у которых есть высокопоставленные, допустим, дети высокопоставленных чиновников и так далее. Мы наоборот хотим сделать социальный лифт для ребят, которые действительно не имеют возможности. Теперь резервисты могут быть назначены на политические административные должности корпуса А, руководящие должности корпуса Б и на должности группы категории А корпуса Б. Но это уже по решению уполномоченной комиссии при главе государства. Зина Кожигалиева, Марат Бисов, телеканал «Атамикен Бизнес». И у нас сейчас в студии Азиз Искаков, исполнительный директор Ассоциации президентского кадрового резерва. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Ну и так, сегодня подвели итоги по набору президентского молодежного кадрового резерва. Во-первых, какой он по счету и вообще произошли ли какие-то качественные изменения. Добрый вечер, большое вам спасибо за приглашение. Это второй набор. Первый был ровно два года тому назад. Исменения были более технические в плане изменения критериев кандидатам. Но при этом осталось несменным то, что отбор членов президентского кадрового резерва направлен на поиск людей, которые готовы и способны приносить определенные позитивные изменения с применением тех знаний и опыта, которые у них есть. А больше ли стало желающих вообще попасть в кадровый резерв? В сравнении с первым набором общий поток желающих был несколько меньше. Но при этом, я полагаю, это во многом связано с тем, что люди стали чуть более открыты к тем возможностям, которые у них есть. То есть, прежде всего, это профессиональные и образовательные. И, возможно, не все желающие смогли принять участие в отборе. А какая мотивация все-таки у сегодняшних молодых людей идти работать на госслужбе? Я полагаю, что базовой мотивацией для абсолютно всех членов президентского кадрового резерва является осознание определенной миссии того, что каждый из нас призван улучшить качество жизни населения в нашей стране на тех участках работы, где отдельный человек является экспертом. То есть, в ходе набора нашего, нам предлагали множество позиций, но при этом не все они, к сожалению, были релевантны тому бэкграунду, который был у резервистов. А поступают ли жалобы на качество отбора? Мы слышали, что как-то обвиняли в лоббировании и проталкивании каких-то людей, которые уже работают, сотрудников у вас в офисе, своих родственников продвигают, своих друзей, знакомых. Как дела обстоят сегодня в этом плане? Я полагаю, что основная масса жалоб и негативных отзывов, связанные именно с техническими моментами по работе платформы отобора резервистов, риски, связанные с определенной аффилиацией или чьим-то лоббированием, в общем-то, нивелируются по привлечениям независимых асессоров, которые принимают участие в отборе кандидатов. И также они нивелируются тем, что пул экспертов, вовлеченных в отбор кандидатов, довольно обширный, но в то же время исключить человеческий фактор, пол, я считаю, довольно сложно. А не пугают ли молодежь размер заработных плат у госслужащих? С одной стороны, полагаю, это, безусловно, крайне важный фактор для многих из резервистов, но при этом внедряемые реформы по внедрению факторно-больной шкалы и новой системы оплаты, эти риски определенным образом нивелируют. Но при этом там, конечно же, условия оплаты труда в частной сфере и международных организациях намного более комфортны. Но опять-таки мы говорим о том, что резервисты – это люди, для которых намного более важна та ценность, которую мы создаем, а не личные интересы и выгоды. Ну что ж, поговорить об этом мы сейчас продолжим. У нас есть новости на эту тему. А я напомню, что в студии был Азиз Искаков, исполнительный директор Ассоциации президентского кадрового резерва. Ну и казахстанским чиновникам разрешат подрабатывать свободное от работы время. Об этом сообщили в агентстве по делам госслужбы. При этом в ведомстве уточнили, что бюджетникам, конечно, нельзя заниматься бизнесом, но можно, например, таксовать. Сейчас госслужащие могут заниматься только преподавательской, научной или иной творческой деятельностью. Теперь же этот список увеличится. Новая норма на стадии разработки. Между тем, со следующего года зарплаты медицинских, социальных и гражданских сотрудников, а также низкооплачиваемых работников бюджетной сферы и педагогов будут расти. Это связано с повышением прожиточного минимума, минимальной зарплаты и месячного расчетного показателя. Новыми тарифными ставками будут охвачены почти 600 тысяч бюджетников. И сейчас подробнее. С 1 января оклад педагогов и работников управленческого основного персонала госорганизации увеличится почти на 2%, а медицинских и фармработников на 3%. У гражданских служащих, госслужащих и работников казенных предприятий тарифные ставки увеличатся почти на 1,5%. Порядка 54 миллионов тенге похищены работникам детского сада в Жамбулской области. Бюджетные средства специалист финансового отдела в течение 4 лет незаконно перечислял на свой личный счет. Доказательства предоставлены агентством по финансовому мониторингу. По решению суда сотрудника детского сада Акбутаса Рысусского района приговорили к 6 годам лишения свободы. Таби Булаев является работником данного учреждения. Используя свое положение, через электронный цифровой ключ перечислял денежные средства в период 18-21 года. Тем самым обогащался лично и данные денежные средства тратил на собственные нужды. Данный факт в ходе досудебного расследования полностью был установлен. Возмещено 18 миллионов тенге из указанных 54. Организованная группа, состоящая из коллекторских компаний, микрофинансовых организаций, арбитражей и частных судебных исполнителей, занимается отъемом бизнеса. В этом убеждены алматинские предприниматели. С такой проблемой они обратились в Национальную палату предпринимателей. Корреспондент Атамикенбизнес Саяна Санакова разбиралась с теми. В ходовой мошеннической схеме разоряются десятки компаний. Представьте, что завтра утром вы придете на работу, а ваше здание будет уже продано. Причем не один раз за сутки и непонятно кем, неизвестно кому. Нет, это не 90-е и даже не рейдерство, как хотелось бы это назвать. Это законный отъем бизнеса. Ведь по словам пострадавших бизнесменов, этому активно содействуют действующие представители правоохранительных и государственных органов. Эпопея идет с 2019 года. Он приходил на завод в присутствии всех работников, торжественно обещал, что все долги будут закрыты, завод будет перевооружен, будут заказы и все рабочие места будут сохранены. Это господин Вимикенов Каиржан и Машева Олеся. На протяжении более двух лет мы не можем взыскать задолженность. В данном случае сумма идет порядка 208 миллионов тенге. То есть сумма значительно немаленькая. По неизвестным нам причинам, почему-то руководство АВЗ, оно избрало позицию не оплачивать задолженность. То есть они сейчас предпринимают все меры, чтобы уйти от своей ответственности. И здесь идет воспрепятственная деятельность судоисполнителя. То есть на нее постоянно оказываются определенные давления со стороны определенных структур, госорганов. Однако, как говорят бизнесмены, никто им деньги возвращать и не собирается. Если объяснить простым языком, то создается несуществующая организация, в которой якобы отчисляются долги. В таком случае очередь до настоящих компаний никак не доходит. Когда мы приходим на суд, такое ощущение, ни один судейский не задал вопрос. А вы действительно должник, уважаемое там акционерное общество? А вы вообще будете платить этим людям деньги? Нет, тишина мертвая. Вы знаете, такое ощущение, что мы уже не то, что мы уже даже не просители, мы уже отвечаем. Следователь пишет. Вы знаете, у них нет возможности вам оплатить. Как не можете оплатить? То есть у них нет средств. А мне до этого суд по банкротству, я лично мы подавали на банкротство, а суд говорит, у них достаточно активов. Они каждый год дают финансовый отчет в депозитарии ценных бумаг. Так вот в этом отчете уже второй год подряд мы вообще не звучим, как экскредиторы. Но это схема. Здесь как бы уже сам договор займа уже не существует. Выясняется, что они вот эти дополнительные соглашения все рисуют. Это уголовное, я считаю, преступление. Такое ущемление прав предпринимателей в Казахстане негативно влияет на инвестиционный климат страны и, в общем, на ведение бизнеса. Поэтому меры, говорят пострадавшие бизнесмены, нужно принимать срочные. Раз правонарушители пользуются действующим арбитражем, то в нем нужно приписать весомые поправки. У палаты на этот счет свое мнение. Атамикен выступает как инициатор того, чтобы арбитражи, наоборот, усиливать. Но есть очень важные оговорки. Необходимо усилять и сам институт арбитража и установить высокие требования к деятельности арбитражных судов. Чтобы у них, в их деятельности была четкая, понятная отчетность. Кроме того, я бы хотел обратить особое внимание к деятельности правоохранительных органов, которые в данном вопросе сейчас имеют ключевую роль. В Туркестанской области очищают трансграничный канал «Северный Ташкент». Еще с советских времен он обеспечивает поливной водой дикхан юга Казахстана. Правда, с тех самых пор его ни разу не приводили в порядок. За десятилетия канал обветшал, покрылся илом и засорился настолько, что в одном только Келесском районе Туркестанской области объем поливной воды сократился вдвое. Урожай дикхан засыхал на корню. В этом году все будет иначе, говорят чиновники. Планируется очистить 19 километров канала, 2,5 из них уже приведены в должный вид. Проделать такую работу в течение 30 лет было невозможно, ведь канал относится к Узбекистану. И вот после переговоров удалось добиться очистки водной артерии. Более того, все работы проводят узбекистанские гидротехники и полностью за свой счет. Ни копейки из казахстанского бюджета на очистку не потрачено. Из-за нехватки воды год был очень сложный. Земли остались незасеянными. После очистки воды будет больше. В Экибастузе простаивает учебный центр за 10 миллиардов тенге. Чиновники не могут решить, как применить объект, который задумывался как учреждение по подготовке кадров горно-металлургического промышленности. И был призван решить вопрос с нехваткой специалистов. Скандальный долгострой в регионе, построенный на болоте, начали возводить еще в 2009 году. Но до сих пор студентов там так и не было. Виной тому ошибка в проекте. Подвалы здания затапливала грунтовыми водами. Вследствие чего пришлось устранять неполадки и строить дренажную систему. Сейчас здесь хотят открыть институт углехимии в рамках комплексного плана развития Экибастуза до 2025 года. Где предусмотрены инвестиционные проекты по строительству нескольких заводов. К слову, уже третий Аким Павлодарской области пытается найти применение учебному центру. Но пока безрезультатно. Создана специальная рабочая группа из числа Акимата Павлодарской области управления образованием, Министерство образования, Министерство цикровизации, Министерство соц. обеспечения, которые совместно вырабатывают именно программу, по которой, возможно, будет ее максимально рациональное использование в учебном центре. 14 земельных участков вблизи Алматинского аэропорта могут признать незаконными. Речь идет о строениях, расположенных в селе Гульдалая. Именно в той зоне, где два года назад потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Бек-Эйр. Тогда в авиакатастрофе погибли 12 человек, 69 получили травмы. Сегодня ровно два года с той печальной даты. Но разбирательства идут до сих пор. Еще свежа память о той трагедии двухлетней давности. Тогда зимой лайнер компании Бек-Эйр неудачно разогнался и не смог взлететь. Многотонный самолет с пассажирами на борту протаранил бетонные ограждения, а затем частный дом. Погибли люди. После ЧП почти во всех СМИ сразу же подняли вопрос о законности возведенного жилища, ставшем смертельной преградой для пассажиров лайнера. После трагедии сотрудники Акимата Алматинской области подали исковое заявление в суд. Предметом спора стал правовой вопрос земельных участков под Алматинским аэропортом. Местная администрация таким образом хочет проверить 14 земельных актов на чистоту сделки. Правда, владельцы участков на первое слушание не явились. По решению суда будет проведена работа. Будем ждать решения. Некоторые юристы такую реакцию в шутя называют поздним зажиганием. Бить тревогу по поводу законности земельных участков под Алматинским аэропортом нужно было до трагедии, сетуют правоведы. В авиакатастрофе погибло 12 человек, 70 получили различные травмы. Ермат Муталипов, Нурос Азабеков, Атамикен Бизнес. Сумма онлайн-платежей в стране за год выросла в два раза. По итогам 10 месяцев объем безнала составил 57 триллионов тенге. Казахстанцы чаще совершали покупки через интернет и мобильный телефон. Это больше 83% от всего объема платежей. Оплата по посттерминалам обошлась в 9,5 триллионов тенге и меньше триллиона по другим устройствам. Такие данные представили в мониторинговом агентстве Финпром Кейзет. Добавим, что в 2020 году мобильные платежи были наиболее распространены среди респондентов Актюбинской и Жамбылской областей, а также Шимкента. Корреспонденты Атамикен Бизнес узнали у людей на улицах, какой вид оплаты предпочитают они. В последнее время вообще наличкой не пользуюсь. Только с QR-кодами и с карточкой. Практически забыли уже наличку. Мне это удобно, используется QR-код или с переводом. Карта, конечно, QR и карта наличкой. QR, наверное, комиссия же есть, бонус есть, поэтому выгодно. Товары иностранных интернет-магазинов могут подорожать для казахстанцев уже со следующего года. Об этом в интервью нашим коллегам из информпортала ЛС заявили в российской компании Озон. Там считают, что введение налога на Google может привести к искусственному завышению цен на товары из стран ЕАЭС со стороны продавцов. От этого в первую очередь пострадают обычные покупатели, заявили в интернет-магазине. Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане будет действовать налог на Google, то есть НДС в размере 12%, который будут платить нерезиденты, оказывающие услуги казахстанцам в электронном виде. Следом за повышением цен на зарубежных площадках наступит снижение конкуренции на локальном рынке, что приведет к росту цен и на товары локальных производителей. Введение двойного налогообложения определенно приведет к снижению объема трансграничной торговли между странами ЕАЭС и несет риск существенно снизиться в целом. При этом в Комитете государственных доходов исключили возможность двойного налогообложения. Там напомнили, что согласно союзному договору НДС во взаимной торговле взимается по принципу страны назначения. С 1 января 2022 года все иностранные интернет-компании возвращаются к прежнему порядку налогообложения в Казахстане, то есть к уплате НДС на импорт на территории страны и применению нулевой ставки на территории государства ЕАЭС. Соответственно, риска двойного налогообложения НДС не будет. Вместе с тем будет применен принцип взимания данного налога в стране назначения, установленного договором ЕАЭС. В Алматы наградили победителей проекта «Выбор года номер один» в Казахстане. Номинировали крупнейшую сеть АЗС в нашей стране. Сегодня «Казакойл» считается устойчивым и успешным брендом. Подробности в материале наших корреспондентов. Почти у каждого казахстанского автовладельца на слуху очень динамичное название крупнейшей сети АЗС в стране – «Казакойл». Известно, что как корабль назовешь, так он и поплывет. И на сегодняшний день можно смело утверждать, что такие ультрасовременные заправочные станции – настоящая находка для отечественных потребителей. И поэтому победа «Казакойл» в номинации «Открытие года» – это хороший стимул работать еще лучше. «Признание, признание нашего труда, признание работы всей команды, мы это воспринимаем как большую честь и, наверное, как большой аванс для того, чтобы соответствовать столь высокой награде и стремиться оставаться лучшими всегда». Тулемиш Шатанов отметил, что за год компании было ребрендировано более 100 автозаправок. Все это происходило без отрыва от производства. Руководство компании ставит амбициозные цели, планируя в 2022 году ребрендировать еще 150 заправок по всему Казахстану. «На следующий год, знаете, очень важно сохранить ту динамику, которую мы набрали. Мы прекрасно понимаем, что никто нам ничего гарантировать не может. Все зависит от нашего каждодневного труда. И очень важно дальше работать так, чтобы соответствовать ожиданиям наших потребителей, наших клиентов. Мы планируем на следующий год еще порядка 150 автозаправочных станций ребрендировать, то есть в полтора раза больше, чем в 2021 году. Но, конечно, нас обнадеживает то, что мы уже знаем, что это такое, как это делается, какие сложности могут быть. Поэтому никаких сомнений в том, что мы это успешно сделаем, нет». Компании «Казакуил» сегодня важно видеть своего потребителя и понимать, что ему необходимо. Приезжая, клиенты АЗС хотят получить качественный продукт по доступной цене. Пока заправляется машина, они хотят выпить кофе, съесть хот-дог и подключиться к хорошему Wi-Fi. Современные реалии таковы. Заправка становится местом, где можно одновременно, комплексно решить несколько вопросов. В общем, девиз компании «Все для автовладельцев». Дилимарат Муталипов, Даниэр Муптикеев, Атамикен Бизнес. Пандемия COVID-19 не последняя для человечества и необходимо готовиться к следующей. Об этом в Твиттере заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. По его словам, необходимо готовиться к другому возможному кризису в области здравоохранения. Он приурочил эти слова к Международному дню противоэпидемической готовности, который в прошлом году провозгласила Генеральная ассамблея ООН. КОВИД-19 не будет последней пандемии, с которой столкнется человечество. Пока мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему. В Международный день противоэпидемической готовности давайте уделим этому вопросу то внимание и выделим те инвестиции, которых он требует. Между тем, в мире зарегистрировано почти 280 миллионов случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончалось более 5 миллионов человек. Глобальные меры, принятые в ответ на пандемию, стали беспрецедентными в истории здравоохранения. В Казахстане официально выявили почти миллион заболевших ковидом. В Итаровской области вынесли приговор в отношении врачей, виновных в гибели ребенка. Инцидент произошел 2 года назад, когда 11-месячный ребенок проглотил магнит. Трех хирургов и педиатра обвиняли в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем смерть человека по неосторожности. Однако медики, виновные в собственной халатности, были амнистированы. Дело квалифицировали как преступление небольшой степени тяжести. По данному факту не возбудили даже гражданского дела. При обращении родственников за медицинской помощью, врачи сообщили, что инородное тело выйдет естественным путем. В результате ребенок скончался. Суд решил признать врачей виновными по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса и назначить Леугалиеву, Адрисову Тажигалиеву и наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года. В связи с амнистией к 30-летию независимости Республики Казахстан освободить от основного наказания в виде лишения свободы в соответствии с пунктом 1, частью 1 статьи 2 Закона о Республике об амнистии. Ну и настоящим чудом в канун Нового года можно назвать спасение четверых малолетних детей из горящего дома. Настоящий геройский поступок совершил кустанайский пятиклассник. 11-летний Олег Пирог совершенно случайно оказался свидетелем трагедии и, не задумываясь, бросился на помощь, о чем мечтает маленький герой и как его поступок изменил жизнь одной большой кустанайской семьи, расскажет моя коллега Айжан Утирова. В этом дачном обществе, несмотря на отсутствие условий для проживания, зимуют несколько десятков кустанайских семей. Одна из них – семья многодетная, у Мурзаковых, где четверо детей. Они снимали вот этот дачный дом. Пожар начался в полдень, когда родители уехали за продуктами в магазин, а дети остались одни. Пятиклассник Олег Пирог проходил неподалеку от дома, где начался пожар. Мальчик забежал во двор, увидел объятую пламенем крышу и принял решение – спасать детей через окно. Самому младшему из четверых всего два года, а старше – восемь лет. Дети не могли открыть изнутри окно и самостоятельно выбраться наружу. А в это время, вовсю, уже полыхала крыша. Увидел, что там дети торопают. Снял куртку, ударил по окну. Первый я дал свои ботинки, потом начал по очередности застывать. У одной не было штанов, я нашел штаны. Получается, вот я одел ее, потом уже приближали дяденьки. После того, как жизни детей ничего не угрожало, мальчик помог взрослым оттащить стоящий рядом с домом газовый баллон, чтобы не было взрыва. Героем себя ребенок не считает. Сам мы с семьи, где растут шестеро. Мать спасенных детей, Кунжану Мурзакова, не может без слез смотреть на пожарище. Олега теперь женщина считает не только спасителем, но и называет пятым сыном. Говорит, что обязана ему самым дорогим. Если бы этот мальчик пришел на пять минут позже, я не знаю, что было бы. На пять минут позже. Думать об этом боюсь, с ума схожу. Потому что дети говорят, что крыша уже вовсю горелась, с нее все падало. Только благодаря этому ребенку трагедии удалось избежать. Поступок мальчика оценила Акимобласть. И ребенку обещали подарить ценный подарок за спасение четверых детей. А многодетной семье у Мурзаковых местные власти пообещали оперативно решить жилищный вопрос. Айжан Утиова, Габидин Жокушев, телеканал «Атамикен Бизнес». 2021 год прошел под знаком углеродной нейтральности. На прошедшем осенью климатическом саммите 50 стран объявили об отказе от угля в будущем. Казахстан тоже активно вошел в зеленые тренды. Данил Москаленко будет говорить об этом сегодня подробнее. Привет, Мадина. Данил, приветствую. Ну, представители фонда Самрук и Зина сегодня у тебя в студии. Как они вообще продвигаются в целом в этом вопросе? Ну, есть концепция. Фонд, это же зонтик. Там объединены промышленные крупные гиганты, компании, флагманы наши, которые, ну, собственно, которые загрязнители. Но, тем не менее, фонды это очень отчетливо понимают. И, естественно, у них тоже есть тренд, направление на декарбонизацию, на зеленую экономику. Все это присутствует. Есть данные, что к 2030 году мы должны на 15% снизить объем выбросов. А к 60-му вообще ноль. Да, а как мы будем добиваться, с чего начнем? Ну, вот я сейчас пытаюсь сам разобраться в этом, потому что, если мы не начнем, если мы не будем это делать, ну, во-первых, конечно, это вред окружающей среде, а во-вторых, углеродный налог. Уже есть подсчеты, что Россия может, например, потерять 7% своего экспорта из-за того, что не выполнит планы по декарбонизации, если, например, да. У нас тоже такие подсчеты ведутся. То есть мы можем пострадать, наша экономика, из-за того, что что-то не сделаем. Но планы есть. Выполнить все. Ну, такой глобальный вывод и тема, которая всех интересует, это все-таки атомные электростанции, скорее всего, в Казахстане быть. Ну, вот декарбонизация нужна. Да, ну что ж. Данил Москаленко и программа «Время говорить» продолжит эфир на Атоме Кенбизнес. Всем хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!